Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я сегодня буду говорить о одной из изречений, там о сестер, где глухонемые были, на стене висит. Прочитаем его. Всего семь мест Писания. Перед этим хотел еще раз показать, что есть очень необычное у нас, не просто редкое, а отсутствующее во всех православных христианах, а речь идет о десятках тысяч храмов. У нас везде Писание, Слово Божие. И ни одно, ни два, а 25 изречений. И вот здесь, на аналоге, изображение воскресшего Христа. Это главное чудо мира. Если это признаешь, остальные легко проходят. И здесь спецзаказ батюшка сделал. На русском языке синодальный перевод. И чтобы такой вот переплет был. Это патриархия. Я сегодня здесь решил места показать, где надо считать. А там оказалось не православное издание. И, конечно, ни канонических книг нет. Я пришел сюда, здесь взял. Вот чтобы две Библии на русском языке... Это уникальный случай. Теперь я, брат, попрошу открывать те места, на которых остановимся. Я ничего толковать не буду. Просто заострю внимание. Каждое местописание, которое здесь есть, просчитать трижды. Первое, основание которое. Премудрец Соломона. 16.26. Очень внимательны будете. Касается каждого. Непременно. Как будто пришел Соломон и нам сегодня возвещает. Нас здесь много, мало. Каждое ухо, чтобы на востре было. Дабы сыны Твои, которых Ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но Слово Твое сохраняет верующих в Тебя. Задайте любому врачу. Пища большое значение имеет? Все ответят, конечно. Правильное питание. Поддерживает человека. Усиливает там что-то, когда болеет человек. Где-то после голодания, что ему нужно принимать, какие плоды. Особенно уповая на то, что плоды какие-то. И везде дают рецептам. То-то полезно. И здесь друг говорит, нет, не это питает нас. Внимательно слушаем еще раз. Дабы сыны Твои, которых Ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но Слово Твое сохраняет верующих в Тебя. Какие бы витамины ни были там, они все полезны для человека, но оказывается не это питает. Не роды, не просто плоды, а роды разные, что вывели люди, сорта разные. Но облепиха, там она и от ожога почему-то есть. Виноград, это вообще нет, не это. Это для тела. И тело временное, в конечном счете, пойдет из праха и в прах. Но Слово Твое. И вот здесь мы должны сказать, что нас умертвили. Я говорю, у меня тут один человек приезжал. Я приехал на один день, буквально, он сразу явился к корреспонденту, кто-то сообщил. Я потом узнал, еврей. Еврей, который почему-то не просто расположен ко мне был, а буквально влюблен. Я его статью поместил в книге «До Слова Божия нет уз». И он ухватил самое главное для меня. Самое главное – сделать доступным Слово Божие. И считает меня патриотом. Говорит, как вы считаете себя? Я говорю, считаю несчастным человеком. Вы? Вас самым счастливым считают везде. Самый несчастный. А почему? Потому что Слово недоступно для моего народа. Я скорблю, я стенаю, я плащу. И в церкви все еще идет о церковно-славянском непонятном. Был, отстоял. Слова-то какие? Неужели непонятны? Ну да, был, отстоял. Но род плодов какой? Словом твоим питается человек. Не хлебом единым жив человек. А там хватили. Ну дальше запятая. Но всяким словом, исходящим из уз Божиих. И он это понял. Я говорю, я несчастным себя считаю. Я не могу ничего сделать. Что я сделал? Как Бог примет? Кое-кто поверил. Но основные это люди не верят. Мало того, что против нас травят. Но дело в Божьих руках. Мы все должны осознать временность, краткость этой жизни. И познать волю Божию. Послушаем еще раз. Дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово твое сохраняет верующих в тебя. Значит, чтобы познали верные, которые Господь избрал, остальные не познают. Но отсюда мы можем сказать, к этому относимся. Недавно один выступает. И знаете, это в прошлые времена, когда была еще советская власть, это все знали, каждый человек. Я понял, он меня за человека не считает. Почему я не смотрел? Я не знал, что такого-то там убили, журналиста. Но все человеки знали, я не знал. Но я узнал, что убили моего Господа любимого. Спасители моего распяли, насмеялись. А потом оклеветали. Сатана стоял здесь. Вы думаете, просто так кричал, он садись с креста и поверил в тебя? Нет. Златоуз говорит, это только глотки человеческие говорили. А кричал Сатана разным тембром для людей. Это Сатана. Садись с креста. Почему? Возмездие за грех смерть. Смерть наступает, а греха нет. Исполнилось Тарзаконе 19.19. Если кто-то другого обвинял в чем-то, а потом не доказано. Ну, допустим, я говорил, я знаю, что это он спасилищил, там то другое. Но тщательное расследование, хорошие исследователи разобрались. Не было этого. А у того, который обвинял, у него нет. Но эта статья ложится на него уже неопровержимой и неотторговой. Его по этой статье надо судить. Это Священное Писание нам говорит. И здесь точно так же. Он обвинял Христа в чем? Он говорит, идет князь мира сего. И во мне не находит ничего. Это первосвященническая молитва его. Смерть приступает, а греха нет. Это впервые в дня создания Адама. И Сатана заметался. Сойди из креста. То есть он не хотел смерти. Здесь такого захлопнуться на нем. Сойди. Он не сошел и умер. И те, которые распяли его, сразу пустили молву, что он не воскрес, а его украли. Ну а распяли, ну как не распяли, руки-то в крови они пришли, нечистые были. Пройдет время, века, Сатана снова покажет ненависть ко Христу и скажет, а его не убивали. А раз не убивали, он и не воскрес. А раз он не воскрес, мы все в грехах. Чисто сатанинская мысль. Это все Сатана один и тот же делает. И этому поверили ни один, ни два человека. А миллиарды людей по сегодняшний день верят в это. И когда спросят, в чем ваша вера, отвечайте. Я верю, Бог возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, Господа и Бога нашего, Второй Реце Троицы, Который воплотился и умер за весь мир. А ты, да, за меня, как говорит Иоанн Златоуст. Я попрошу выслушать еще несколько мест. Лука 2.19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Как просто. Вот Божью Матерь, ее почитают. Особенно у католиков, поляки, везде. Матка Божь, Боска Матка там на каждом шагу. А они знают Слово Божие совсем. Совсем не знают. Все Богородице принадлежит. У русских выпустили Псалтырь Богородицу. Ничего более кощунственного придумать нельзя было. Все слова, которые в Псалтыре направлены к Богу, все данного слова перевернули к Богородице. Разве Господь говорил, Он прямо говорит, славу Мои никому не дам. И не просто как-то. И она спасалась его кровью. Зачем это? Но она слагала не свои слова. Не то, что люди придумают, хвалят ее. А слова, которые сказаны ей. Она слагала в сердце своем. Еще раз выслушаем. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Я вам считаю, сейчас брат считает слова Слова Божия. Подражайте при снадееве Марии, при благословенной, избраннейшему сосуду Божию. И она собирала и сохраняла. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Слово сохраняла, понятно, не забывала, молилась, а слагала. То есть там было что слагать. Она занималась Словом Божиим, как о ее биографии, ее житие говорит. И мы должны это помнить. Подражать ей в этом. Она несла Слово Божие. Она была проповедница. Те, кто ее почитает, почитайте ее поистине и еще больше. Чтобы каждая девочка подражала ей, тем более. Евангелие от Иоанна 17, 6. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Дал. То есть мы, христиане, сохранили Слово Его. Без всяких хривотолков, я ничего не толкую. Сохранил. Что сохранил, если бы ты не слышал? Я получаю ни одну, ни два тысячи благодарностей в интернете. Через вас мы, православные, узнали Слово Божие. А при чем здесь я? Я полюбил, но я услышал это у сектантов, у пятидесятников. Я никогда не забуду это. Я буду Бога благодарить, что привел меня в тот дом, где дали мне Евангелие. Я бы был не таким. Ну а каким? Ну как, кто ревнует, преследует, давить я бы был один из них. Зилотом, киллером духовным. А Слово Божие отдано было. И это Слово Божие проникло в уши, в сердце и на руки. Вот примеры муки. Еще раз. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. То есть впереди еще только прочитайте самую концовку. Ты дал мне их, и они по чем узнают. Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди, не ваши предания и традиции. Хотя они нам нужны, и мы это строго соблюдаем. Есть одно слово, которое тронуло меня, когда я первый раз считал Евангелие на корабле. Я очень много учился тогда. Очень много. Сегодня никто не может поверить, что это можно было самостоятельно постигнуть. Все политические системы мира. Занимался в это время на семи языках. Никто этим не занимается из моих сверстников. Но когда я считал Слово Божие, все увидел, потемнело и сгинуло. Ничего нету. Евангелие Теана 12,48. Это стало поворотным пунктом. Слово, которое я говорю. Оно будет судить вас в последний день. Слово, которое я, Бог говорит, говорю. Оно будет судить тебя в последний день. Слово, которое Бог мне говорит. Оно меня будет судить в последний день. Я книги связал, под пол бросил. Ни одной не оставил. И стал заниматься Библией. Сегодня я спрашиваю, а сколько занимаюсь? Я даю по 10 часов в день. Сразу подумал работу сменить. Так, чтобы голова не занята была. А что? Строительность, тела и полы. Крою, стеклю, делаю пищу. Молча, а в это время размышляю, запоминая наизусть Слово Божие. Почему? Мне не надо знать правила движения в Китае и в Америке, потому что я не поеду туда. Правила движения здесь надо знать. Мне нужно знать правила Божьи. Как Господь будет спрашивать о суде Божьем. И сегодня, вот последняя неделя перед Великим постом, мы считали, что будет спрашивать. Напоил, накормил. И Бог даст такую ревность, которая не вместится в людей. Это неправда. Это не может быть. Ты услышал о Десятине? Почему ты считаешь, что я на ней нужна? А мне Бог положил нужна. И Бог положил так, что я вытащить оттуда не могу. И мой ум сразу метнулся. Десятина – это мало. Я мало и здорово могу работать на нескольких работах. Я просто хвалюсь моим Господом, хвалящимся. Это не мое. И мы считаем, Тавита, 1,8, 3 Десятину он отдавал. Итак, любовь выражается в исполнении. Войдите, возлюбленные. И дальше говорит, я был там. Вы меня нашли? Нет. А вы что Десятину, а куда деньги девали? Я не просто девал, я выдавливал из людей Десятину. Один из знакомых наших уехал на север, работает на золотых приисках, на современном американском бульдозере. Деньги большие. 5 лет его нет. Явился опять к нам. Я говорю, а ты зарабатывал очень хорошо. Невиданно хорошо. Все есть тратил деньги? Нет, есть на книжке. Мы тебя примем, если за 5 лет сядь, подсчитай свои зарплаты. Сколько тебе надо было заплатить Десятину? Он когда посчитал, таких денег у меня никогда в руках не было. Ты готов их отдать нам? Конечно. Он пошел, деньги снял. Я говорю, теперь держи крепко, не выпускай. Пойдем своей рукой подашь. И пошли куда? К баптистам. К отделенным. Да любой, кто это услышит. Да кто вы такой? Какое имеете право? А то, что они подпольно издавали Слово Божие, которое будет судить нас. Это единственное место в Латвии. Они все были, кого задавили, кого на дорогах раздавили машинами, органы. С Библией все кровавые были. И деньги отправили туда. А там написано, продажа не подлежит, как подарок. И вот отсюда оно благословение будет. Накормили, духовно напоили. А это Слово Божие. 7.37 считает, Боангрия Тиана. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И шрева того потекут, и реки воды живут. А еще потекут, когда нету, все сухое. И поэтому мы в молитвах своих домашних поминаем всех тружеников на небе Божии, которые проповедовали. Кириллом Японии, сразу говорю. Иннокентий, просветитель нашего севера. Николай Касаткин, японский. И посчитаем. Макария Алтайский. Глухарев, он канонизирован. И Филарет Дороздов, митрополит, он канонизирован. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. И далее. Откровение Иоанна Богослова, 2.15. 2.15? Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. 2.15. Вот я 2.15 прочитал. Там слова нет. Значит, неправильно прочитали. И неправильно я записал. Ну тогда откройте 3.8. Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Сохранил слово, беру слово одно. Сохранил слово мое. Это заканчивается последняя книга по Калипсису. Это рядом, прямо рядом со всем, чтобы мы это слово сохранили. А как сохранить? Его надо знать. Его надо очищенным иметь. Как только вы ходите, в коридоре написано, всякое слово Господа чисто. К нему не добавляй, не убавляй. Господь говорит, не прибавляй к словам моему, что я не обречил. А то не человек обречает. Такой свидетель неопровержимый. Дабы я не обречил, и ты не оказался лжецом. И учись в зерсток возере Огненом. Поэтому никогда не говорите из слова Божия, если вы не знаете. Вот брат сегодня считает, я вижу, и он заранее, видно, подготовился. И места Писания называет. Знаете, как это сладостно. Это подтверждение. Каждая глава стих, она как вбивает человека. Это из Писания. Это из Святой Библии. Это из Слова Божия. Сохранить Слово Его. Себе вопрос поставить. А как я его сохранил, то, что сегодня услышал? Проходя теперь в этом помещении, прочитав эти слова, ты поймешь, что не плодами овощей человек же. Да, тело это, телу нужно. Но душа бессмертная, вечная. Чем она питается? Иоанн Златоуст советует не садиться за стол, пока не прочитаешь. Придя из храма, не садись за стол за эти хорошие пироги своей жены. Сначала расскажи, что ты слышал. А если ничего не слышал, напрасно ты топтал дворы Божии. Поэтому будьте внимательны. У нас Слово Божие звучит на русском языке. Понятное. И батюшка считает Евангелие. И митрополит, местный, наш митрополит, алтайский, приезжает, считает на русском языке. У нас Библия лежит. Везде они считают на славянском. У нас на русском. И он не против. А как против, когда здесь авторитет священного писания, священный синод, все патриархи издавали, баптисты, другие адвентисты. Все наши Библии пользуются. Итак, 3.10 апоколитет. И как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Мы знаем, придет антихристики с полна года, не продать, не купить, люди будут умирать от голода. И из-за чего ты сохранил Слово Мое? Другого нет. Бороться с демонами надо. Оружие одно, пост и молитва. А сатана говорит, дороже поста и молитвы. Послушание ага. Ну явно сатана вмешался. Как послушание человеку смертному может быть дороже слов Божиих? И говорим-то об оружии, пост и молитва. Тебя искушают, что-то как бороться с мыслями. Другого поста нет оружия, пост и молитва. И здесь говорится година искушения, когда ничего нигде не будет. И люди будут ходить от моря и до моря, юноши и девицы, и стаивать будут от жажды. Сегодня никто не спрашивает. Я нахожусь в интернете, передо мной тысячи людей идут. И находятся люди, у них по-другому верят. Я никогда не знал, что они совершенно ничего не знают. Ну, восемь месяцев я уже нахожусь. Это в прошлом году еще туда попал. Да уж больше, наверное, девять месяцев. Совершенно ничего не знает. Свою священную книгу нашу он опровергает, а свою не знает. А почему? Написано на их другом языке, на мертвом. А он не считает, не знает. А переводы? Его научили. Все переводы неверные. От кого это может быть? Я говорю, твою книгу не трогаю, ты сам ее считай. Ты знаешь там, что написано про нас? Ничего не знает. И поэтому изучать их книгу, чтобы по ней опровергать, этого не надо делать. Он не верит. А с чем он может сверить мои слова, когда он не знает? Притом не один, а с двух тысяч человек только один что-то немножко знает. Это почти что как православное. Совершенно не знает. А учитывая, что кто себя православным считает, Библию не держит, точно такой же. А Библию много раз переписывали, ты не знаешь, как ее переписывали. Как избирали людей для этого, как иконописцев. Как каждая буква, которая пишется, она под счет шла. Строчка кончилась, знак равенства, и написано 38. Если следующий переписчик нашел, что там 37, работа прекращалась. Начинали с другими свитками сверять. А если у него обнаружили две таких ошибки, весь свиток, он писал уже ее, допустим, пятый год, уничтожался. Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Он бодрствует. Он смотрит. Ну, Господи, ну неужели так дорого? Тебе земля дорога? Конечно. А небо? Небо и земля прийдут. Но слова мои не прийдут. То есть исчезнут. Что тебе дорого на земле? Не просто земля. А кто на ней? Что на ней? И на небе что? И дожди, и ветер, и солнце. И все это не стоит одной буквы священного писания. Почему слова златоуста такие, что легче остановиться движению солнца, нежели чтению псалтыри? Люди даже не понимают этого. Псалтырное чтение вкрапляет свои богослужения. Утренние молитвы везде. Над покойником это уже, как будто покойники они только должны слушать. Там уже читают его. А здесь можно не считать. Итак, есть люди, которые не верят, что правильно наша вера. Но они нас называют люди писания. Я считаю, авансом дали нам это название. Люди, попирающие писание. Люди, не знающие писание. Как хорошо сказано. Кто бы это ни сказал. Люди писания. И учитывая, что в то время другого писания не было, кроме Библии. Четко и ясно. А в следующем месте написано. И он дал нам Евангелие. По-арабски там называют инжил. И там написано. Дал Всевышний. И вы по нему поступаете, а не обманываете людей. Зачем ты называешься христианином, когда не исполняешь? И больше ничего не надо из книг брать. Только это говори ему и все. Я люди писания. Поэтому я по своей книге прошу услышать мой голос. Не надо ничего нам изучать. И потому нас не убеждать Бог послал. А поведут вас для свидетельства о Боге. И так сказал. Идите, шагайте по миру. И что? Поступайте в университет. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Ну, конечно. Как твари? Еще загадку задают. А какая последняя тварь? Ну, последняя кого Бог сотворил? Последняя тварь в творении. Да не так ведь все же. Всякой тварь. И я тварь. Проповедуйте Евангелие. И кто будет веровать и креститься, я говорю, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден. И добавляем, миллиарды дизлайков тебе в аду, твое сердце будет крещать. Велик Бог. Это они крещат везде. Два слова. И когда встречаются с ними, они мне крещат, Аллах Акбар. А я крещу, Иисус Акбар. То есть Иисус Великий. Они сразу по-другому. Еще три раза, больше трех раз они не выдерживают. Они сразу отходят. Громко повторяю. Иисус Велик. И поэтому первых христиан, когда бросали на арену цирка, они, подняв руку с одним перстом, который указал на 500 божеств римского пантеона, казатого взгляда, поназвали их много, 500 божеств, а в действительности ни одного. И они вопиали Кристос Рагна. Христос царствует. Богу нашему славу. Во веки веков. Аминь. Аминь.